привет дружище сегодня у нас деликатесы и на обзоре у нас сегодня палтус синий корый кусочек приобрел решил показать как солить его в одном из своих видео прошлых я показывал как солить его в тузлыке сегодня мы с вами его сделаем сухим посолом будем солить его трое суток и я расскажу некоторые моменты которые могут случиться с палтусом рыба очень жирная такая скажем на любителя не все любят жирное жирное мясо рыбы но получается очень круто погнали и так у нас на обзоре вот такой кусочек палтуса весом почти в килограмм синий корый свеженький хороший друзья солить я его буду прям как рыбу всемужного посола но сахар добавлять не буду как бы палтус не очень любит сахар но при этом вкус у него однообразный можно добавить каких-нибудь любимых специй чтобы вкус вот этого жирного мяса под изменить соль у меня вот такая во многих обзорах своих я показываю это крупная соль гималайская ну в общем ребят неважно какая соль волна чтобы она была крупной видите какая фракция для чего крупная соль не дает не обжигает мясо рыбы и если посолить мелкой солью то есть риск большой одну часть мяса просолить очень сильно а внутренность будет не соленая вот из-за этого ожога ну как бы получается брак лучше солить крупной солью соли нам нужно буквально чуть-чуть натереть нашу рыбку таким вот образом ничего замысловатого все просто обваливаем и убираем холодное место на трое суток рыбку можно переворачивать сок который она даст нужно сливать обязательно все она просолится еще какие моменты есть я делал палтусы толстые куски большие ну разрезал на стыке в общем есть такая опасность что когда происходит очень жирная когда происходит не просол и при когда сушишь ее в швесе то сделаешь сушку вялку ей перед копчением если долго сушить и температура окружающей среды там больше двадцати пяти градусов допустим то рыба может испортиться но будет с легким запахом душка сейчас зима как бы помещение не так жарко поэтому у нас все получится увидимся далее когда посолим ее забыл добавить мы ее просто убираем в пакет и убираем холодильник холодное место периодически ее переворачиваем и сливаем с нее весь лишний сок который там выделиться все друзья когда она посолится ее можно попробовать если она нормальная на соль хорошо если пересолим то придется вымачивать пробуйте не стесняйтесь она солененькая когда будет она будет вкусный и уже можно будет есть принципе без сушки вялки и тому подобных вещей убираю в холодильник заворачиваю выбираю холодильник но вот друзья наш палтус просолился хорошенечко слабосоленый получился сейчас мы его отправим швс и будем вялить его часов где-то 6-8 промежутках давать передышку чтобы влага выделилась и потом покоптим ну и будем пробовать вчера вечером я повесил выключу вчера вечером я повесил наш палтус на обсушку давайте вам покажу подсветочка сделано так простенько вставил такой светильник купил вот наш палтус принципе практически сухой уже готовы для того чтобы его вялить еще чуть-чуть еще она покрутит вот как она у меня работает у меня швс-1 загрузка до 8 до 80 килограмм тут у меня панель управления на такая довольно таки просто есть система включения все системы работы механизма включения вентилятора и включения тена ну или регулировка работы тена как видите стоит щуп для определения температуры в камере вентилятор вот продукт вешается вот на такие вешала по бокам вот такие стеночки более мощные через отверстия вставляются вот и вот так поперек на вешала на шампурике вешается наш рыбка все пусть дальше я лица а далее мы с вами уже увидимся на копчение включаем сеть включаем вентилятор тены выставляем температуру 20-24 градуса и для лим нашу рыбку швс-1 и так друзья вот он мой уек 2 на 25 вот такой от компании москит прошлом идиллия электро статика 4 в одном палтус наш обсох как вы видите сухой хороший все повесил я его вешается он на вот такие выдвигающиеся рельсы тут у меня не только палтус висит как вы видите задача какая и работая вообще принцип электростатики дым поступает в камеру и продукт висит на фазе фаза в себя притягивает дым обязательно при подключении коптильник электросети не перепутайте фазу с нулем потому что если фаза будет поступать на стенки камеры то весь дым будет ложиться на них и копчение у вас не получится вот такие рельсы шпажечки поперечные шпажечки все это доброво так выглядит тут есть также поддончик под поддоном тен и зольничек откуда собственно выходит наш дымок зольник у нас располагается с этой стороны вот так выглядит закрывается на хомутик вот туда закладываются дровишки вот такие дрова у нас на одно копчение нам хватит 4 дровишки как видите они 15 сантиметровые такие грамм 200 где-то здесь плюс я всегда добавляю в копчение корки апельсина высушены все друзья давайте запустим я объясню принцип закрываем нашу камеру мы включаем работу системы всей нашей коптильни и включаем зольник выставляем температуру на максимум и ждем минутки 3-5 для того чтобы на зольник прогрелся для чего это нужно для того чтобы когда вы закладете дрова за переменной температур у нас дым дымом не было захламлено все помещение как при затопке печи подождали зольник подогрелся и потом него дровишки запихиваете и все ждем еще 15 минут и после этого включаем нашу электростатику и тогда уже питание тока поступает в камеру слышите как работает вот если не гремит не кряхтит ничего лишнее посторонние звуков замыкания не слышно тогда у вас все хорошо висит соблюдены зазоры продукта между стенками и фазой и все работает также в этой коптильне есть включение тена и регулировка температуру в камере регулировка тена а сверху там есть отверстие откуда дымок идет я вот вытяжку себе поставил все друзья греется коптильня и я закладу дрова запущу друзья дымок наш пошел прошло 15 минут после того как я дровишки наши заложил зольничек наш он даже с края еще слегка подымляет все камера дымом наполнилась и мы включаем нашу электростатику слушаем все работает хорошо не стреляет не щелкает но и все коптим 40 минуток за 40 минут наши дровишки про говорят где-то еще минут через десять после включения электростатики температуру убавляем там до 250 200 чтобы дрова наши в зольники не горели тогда у нас не будет этот какого гарри сильный и коптим 40 минут час коптим потом будем выключать итак друзья прошел час нашего копчения вот у меня эту температуру я понижал до 200 выключаем наш зольничек выключаем работу зольника оставляем работать электростатику потому что в камере еще дым остался прошел час после копчения еще пускай минут 15 поработает и после мы уже будем выключать электростатику открывать нашу камеру да можно будет еще дровишки вытащить ну там угольки какие остались выбросить чтобы они тоже не дымили после того как мы выключили наш зольничек прошло 15 минут дым лишний ушел включаем электростатику чтобы включаемое питание давайте посмотрим что с нашим палтусом открываем еще идет дымочек наш балтус по глазам бьет так вот выглядит жирненький весь аж прямо лоснится сейчас мы его перевесим швс и обдуем еще и он еще цвета даст так друзья вот мы его перевесили смотрите цвет лег хорошо сейчас швс еще поработает на часик мы оставим обдуться и пойдем пробовать ну вот друзья наш палтус замечательный вкусный пришел к своему финальному завершению сейчас мы его будем резать пробовать друзья рыба не дешевая палтус синекорый из трех основных видов палтусовых это самый дорогой у нас есть еще стрелозубы и белокоры давайте попробуем вот посмотрите друзья как он получился хорошенький жирненький держите оксана владимировна это моя мама она сегодня нами в теме да по соли угадал не пересолил мяско подхрустывает такой прям четкая прям хорошая рыба получилось друзья да она кстати очень сытно вот ну потому что очень большая составляющая жира в ней короче друзья повторяйте получится хорошо а я буду прощаться пишите комментарии ставьте лайки ставьте дизлайки в общем спасибо что досмотрели до конца всем привет из владивостока